добрый 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 день добрый добрый вечер добрый добрый ночи у кого какое время и у кого какая страна с вами снова я ваша вивиена на канале вивиена эзотерика и жизнь заходите еще на первый канал виду не вивиена там вышел новый онлайн расклад ритуал какие у вас есть привязки и убираем все привязки очень пригодится в вашей жизни и послушайте о том что такое привязки а здесь сегодня мы с вами получим письмо от своего любимого человека пожалуйста кто не подписался на канал подписывайтесь вам это просто а вы мне сделаете приятное пожалуйста ставьте лайки вам это тоже ничего не стоит просто нажать на кнопочку пальчиком вверх а мне вы таким образом высказывайте благодарность пожалуйста заходите в группу фейсбук смотрите мои видео яндекс эфир заходите в контакт в яндексе тоже с периодичностью выходит видео там уже очень много видео яндекс эфир именно яндекс эфир набираете вивиена эзотерика и жизнь ссыл ссылки тоже есть все ссылки есть мои контактные данные у вас на экране вы видите плюс 9 9 5 500 93 36 95 44 а также в описании и в закрепленном комментарии кому нужно лично пожалуйста обращайтесь пишите пожалуйста sms буквами вайбер или ватсап это тоже очень просто и сегодня расклад у нас именно такой вам письмо от вашего мужчины посмотрите какой красавец вам пишет и что мы будем смотреть чтобы он хотел вам сказать но вслух не скажет то что в его голове в его эмоциях его чувствах очень часто у нас в головах одно а на языке совсем другое иногда на языке у нас срываются совсем нехорошие вещи а голова сразу думает а зачем я такое вообще произнесла а слова-то наши материальные они исполняются я же такая пословица бойся своих желаний потому что тяжело они могут исполниться и не всегда так как мы хотим но они исполнятся и будем мы сегодня смотреть этот расклад как обычно вот это письмо я так отставлю чтобы было видно и сначала мы смотрим какой он потом будет смотреть вот на золотом тару нам главное чтобы видно было нашего мужчинку тут свечка горит аромат от палочки изумительный опиум потому что каждый расклад это как это ритуал тоже если вы зашли на видео если вы зашли по ссылке или зашли по рекомендованным по ленте это не просто так это знак который вам дали свыше вы что-то узнаете здесь то что вы не знали а во вторых мой голос действительно мой голос он лечит я просто голосом когда я вам рассказываю что-то я снимаю с вас сглаза негатива депрессии и вы же мне об этом пишите я рада если я вам помогаю смотрите онлайн ритуалы смотрите медитации все есть открывайте плейлисты всегда есть в подсказках когда видео идет вы можете там нажать всегда есть в описании и в последних там есть окончательная заставка там тоже дается вам рекомендации которые вы могли бы посмотреть а теперь успокоились потому что нужно чтобы вы были в таком успокоенном состоянии можете пить чай кофе кто что можете просто лежать можете готовить котлетки и поставить рядом рядом телефон и слушать расклад сначала мы просмотрим какой у нас мужчина сейчас подходит значит смотрим дальше вам письмо от вашего мужчину успокоились представили мужчину перед глазами его глаза руки запах прикосновение что он пишет вам у кого есть фотографии можете на фотографии смотреть и что у нас за мужчиной что у него сейчас характеристику дойдем мужчина мужчина могу сказать очень скрытный мужчина любит передвижение любит какие-то может быть экстримы какие-то в своей жизни любит что-то такое вот заговыристое мужчина который действительно очень многое держит в тайне не говорит он не только вам может не говорить истину но он и другим людям не говорит истину мужчина который мог может быть хорошим другом потому что он умеет хранить тайны истинные тайны мужчины которые знаете любят чего-то учиться или познавать может быть кто-то учится эзотерики может быть кто-то учится на медика или еще на кого-то может быть кто-то учится извините ремонтировать канализацию это тоже очень важно без этого невозможно обойтись мужчина который все время чего-то хочет узнать новые чему-то учится или познает это может быть и ремесло это могут быть и науки но он очень скрытный какой мужчина ну да мужчина очень скрытный мужчина мужчина очень скрытный хотя мужчина вот у нас как вышел у кого-то он может быть в браке у кого-то просто говорю что я говорю что мужчина может быть хорошим другом он может быть другом очень хорошим например если мужчина к мужчинам а женщина у него совсем не так потому что мужчины и женщины не могут быть друзьями они могут быть коллегами по работе или действительно все равно любовные отношения не могут друзьями быть мужчина и женщина это уже всем известно что здесь у нас какой мужчина мужчина вот знаете у него на данный момент у мужчины идет такая информация что был какой-то какая-то договоренность знаете далеко может быть в другой стране в другом городе какая-то договоренность договор или с кем-то возможно и с вами но тут зависит очень многое от него и почему-то понимаете идет отдаление возможно не вы не можете встретиться только переписка возможно из-за этого какие-то нарушения но здесь этот договор какой-то тоже тайный потому что что мужчина почему вот этот договор такой тайный что вообще что за договор такой такой у нас у нас такой договор да договор действительно тайный который мужчина не хочет говорить если у вас тайные отношения а тайные отношения то все отношения которые не зарегистрированы то этот ваш договор ваши отношения человек тоже как-то очень все многое счета скрывает и держит в тайне так давайте еще посмотрим про мужчину какой он вот у нас вышел здесь хозяин мужчина какой он знаете мужчина этот любит чтобы было видно мужчина этот любит общество любит чтобы на него смотрели знаете но какая то есть харизма он как-то притягивает а потом становится холодным вот сначала притянет своей улыбкой своими морщинками глазами какими-то ужинками а под потом отдаляет притягивает к себе людей привязывают к себе людей поэтому я вам рекомендовала видео тут такой мужчина еще какой у нас вот тут вышла у нас тут женщина тут вышла женщина которую знает она возможно конечно может быть в его доме а может быть на работе потому что здесь здание но мужчина какой женщина который этому мужчине препятствует препятствует вот жить как-то свободно и вольготно он он от нее тоже очень много скрывает если она дома то есть это может быть и мама как я говорю сестра и и и жена и даже и любовница то есть тайные отношения когда у вас вы говорите гражданский брак это тайные отношения это не жена вы не жена мужчина в таких отношениях чувствуют себя свободным а женщина думает что она жена мужчина знает что в любое время может открыть дверь но здесь присутствует другая женщина видите мужчина скрывает и от нее над всех скрывает врет очень хорошо и врет он так изощренно как-то знаете вот вроде говорит правду а на самом деле получается вранье то есть он умеет не договаривать но он умеет так обольщать вот даже молчание может обольщать вот такой мужчина подходит смотрим смотрим тогда его письмо что он хотел бы во первых строках своего письма вам сообщить настраиваемся я тоже настраиваюсь какой аромат этот палочки вот этот опиум просто изумительный прям действительно такой как ритуал есть ритуал расклад это всегда ясновидение ритуал а карты карты это знания они дополняют что хотел бы наш мужчина сказать вам что ему сейчас вот в своем письме он хочет написать вам сказать вот самое такое что он хочет ухты мухты ну наверно точно то расстояние ли где-то вы как-то отдалены потому что мужчина хочет сказать уж тоже мужчина так хорош что мужчина хочет вам сказать что я хотел бы к тебе с любовью ты меня так привлекаешь ты меня так завлекаешь ты такая желанная ты очень желанная для меня но через огонь и через пламень все должно быть по моим вот как-то правилам и он хочет вам сказать что я хочу разрубить все препятствия и прийти к тебе с триумфальным венком с победой что он думает о вас сейчас почему-то у вас очень желает что он думает о вас сейчас вот так по три карты класть и докладывать да мужчина почему-то очень очень хочет с вами встретиться что он думает о вас сейчас а он сейчас знаете как морально как я говорю моральный в скобочках так не буду что моральный урод он истощенный морально психически вот знаете вот эта карта означает бедность а вот у него бедность бедность вот какая-то моральная больше что он думает о вас а он думает о вас потому что без вас он хочет сказать понимаешь я без тебя пишет он вам я без тебя вообще страдаю я пустошел как будто из меня вытащили все я пустой мешок я очень желаю к тебе опять видите опять свинком с триумфом я очень желаю к тебе он действительно стремится посмотрите жезли мужчина на выборе но мужчина имеет чувство к вам мужчина имеет чувство к вам и что он думает о вас что вы именно вы даете вот эту энергию любви и вам как будто ангелы подарили этот дар умение любить и вот он видит вас такой что вы вы для него были вот этой энергией вот этой силы и вы и есть он хочет это вам сказать потому что вы давали ему сексуальную эту энергию для мужчины это очень важно какие у него чувства к вам я хотела мы посмотрим почему у него такой вот почему он вот такое моральное опустошение почему у него такое моральное опустошение а потому что честно вам скажу независимо от того в каких вы отношениях у мужчине чувства к вам остались или они у него есть если вы смотрите на мужчину который с вами потому что любовь потому что ему не хватает этой любви потому что вы для него как вот понимаете как золотое яблоко золотое яблоко это есть апельсин исполнение всех желаний вы для него действительно вот вы для него вот этот вот райский сад вот такое вот дополнение давайте дальше смотреть какие у него чувства к вам будем пододвигать карты чтоб они все были видны какие у него чувства к вам что он испытывает что он испытывает к вам хороший вообще-то мужчина не злой если он совершает какие-то нехорошие поступки то это как-то его до этих поступков доводят ну такое я не могу сказать что он умеет быть очень хорошим другом что он чувствует чтобы чувствуют к вам он действительно хочет почему так вам пробиться что он чувствует к вам что же закрыты от него что он закрыт от вас что вы для него лучшая женщина которая может быть на земле женщина которая может держать семью держать финансы женщина которые воплощение красоты с которой умеют разговаривать даже птицы и звери какие у него чувства а он весь загорожен вот понимаете вот та женщина не как будто не пускает его не у всех это может быть соперница этому может быть и мать это может быть кто-то даже понимаете как будто ему что-то врут про вас и он в какой-то темноте он как вот как карты он хотел бы вам сказать пишет я хочу сказать тебе про любовь но я опустошён я плыву темной ночью по темной реке завязанными глазами не знаю куда и пусть и пути не видно и он действительно у него у некоторых мужчин кто смотрит этот расклад какие-то проблемы мочи половой системы даже могут быть какие-то нарушения я не буду говорить про магию если выпадут карта я скажу но там не у всех так выходит выходит что женщина как-то воздействует та женщина воздействует на человека нехорошо и по здоровью человека у многих будет что не совсем хорошо а что вы почему у него тут 200 давайте посмотрим почему здесь перекрыть это закрытый перекрытый почему-то так закрыты то что что он какие-то чувства да вы самое лучшее и как будто вот понимаете вы самое лучшее и вы стоите как игру за сеткой рябиц и он вас видит но обнять не может почему он такой перегорожены потому что потому что потому что у него действительно опустошённости может быть действительно проблемы с деньгами проблемы финансового характера проблемы какие-то и с общественностью везде понимаете у него какие-то проблемы дороги как-то ворота закрылись и как будто кто-то стоит как я сказал за сеткой рябицей и охраняют чтобы эти дороги не открылись а почему он так считает что вы афродита афродит самая лучшая женщина на земле но вас действительно потому что или вы отгорожены или вы к вас как-то отгородили ведь он закрыт или вы на расстоянии это может быть интернет переписка да почему потому что вот как будто закрыты вот дороги закрыты пути и он сам себя не зависит он так хочет как и сесть в этот пароход и поплыть к вам к вам приблизиться у него такая надежда к вам приблизиться а там извините написали справочку не выпускать и не впускать все двери закрыты осторожно двери закрываются какие у него еще чувства к вам какие у него еще чувства к вам какие распирает его чувство да чувство приблизиться к вам приехать к вам прикоснуться к вам и знаете человек может быть он конечно и жидноватый но на данный момент он хочет сказать я знаю я хочу тебе подарить все звезды вселенной все планеты и монеты какие у меня есть хотя человек жидноватый но вот он это вам хочет в письме написать он в письме это пишет вам то что он вам не скажет вслух что еще такие у него вот чувства к вам ну да сурочек стремится 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 к вам ну тут одно чувство к вам стремится к вам с этим кубком пусть эти какие-то чувства у него знаете вот вот она вышла вот именно он эти чувства держит в тайне вот понимаете он держит в тайне что его все распирает и он хочет к вам он желает вас обнять он желает почувствовать ваш запах вот ваш запах волос ваш запах кожи вот эту гладкую кожу потрогать по щечкам провести и это держит он в тайне потому что он вас считает женщины непростой он вас считает женщины которая знает какие-то знания у нее есть которых нету других ну то есть у него точно нет он не обладает такими знаниями давайте посмотрим а какие у него цели и намерения какие у него цели и намерения какие у тебя цели давайте спросим какие у него цели что он хочет сказать вообще тут мы уже смотрели цели что он хочет к вам приблизиться ну что ты не дает все перевязано отодвигается какие у него цели на данный момент относительно вас относительно вас у него удивительные цели он понимает что вы не просто так пришли в его жизнь не просто так мы в его жизни есть потому что цель у него быть вместе с вами и у некоторых это действительно брак вместе сожительство вместе быть это его цель какие у него цели намерения к вам чтобы любовь была взаимной а он вас как-то побаивается чтобы любовь была взаимной какие у цели намерения но он хочет чтобы это было по справедливости но у него своя справедливость он хочет чтобы вы его поняли а у него такой вот что вы никак не можете его понять он не может вас понять потому что вы для него таинственной таинственная такая женщина ведущий женщина. А он хочет его намерение, чтобы любовь была взаимной и чтобы вы тоже его поняли. А сам скрывает свои чувства. Вот видите, пишет вам, а сам скрывает эти чувства. Давайте посмотрим по другой колоде его страхи. Надо было другую еще колоду взять. Его страхи относительно вас. Что он боится? Что он боится сказать, ух ты, видите, как выскочило. Его страхи. А страхи его в том, что вы-то для него солнце. Но он боится этого солнца. Он понимает, что чувств, которые вы даете и которые у него в ответ обжигают все. Он боится. В то же время человек боится брать ответственность на себя, например, за семью. Хотя очень бы хотел семью. Очень бы хотел быть вместе. Что он боится? Он боится, что в отношении к вам, он боится, что вы будете его прослеживать. За ним следить. Где ты? Что ты? Чего ты делал? Кому ты ходил? Вот этого он боится, потому что он человек такой, который сам по себе, гуляет сам по себе. Такой у нас, такой павлин. Что он еще боится относительно вас? Ну, знаете, у некоторых выйдет, что человек боится. Вот видите, два раза. Мы смотрим, а страха, какие страхи? Он боится, например, что дети могут родиться. А у кого дети есть, он боится, что вы можете отдалить этих детей, еще что-то. То есть он боится все, что связано как-то с детьми. Вот чем он боится? Он боится, понимаете, почему он боится? А потому что вы его как-то, как я говорю, стержневее. Он духовно опустошен, а вы все-таки держите свой стержень, держите свой скипетр. Давайте посмотрим еще. Я уже тут смотрела препятствия, но давайте еще посмотрим на других картах, а какие препятствия есть, и что он хочет сказать про эти препятствия, но молчит. Какие препятствия? Препятствия, семья, догмы семейные, хитрости, потому что какие-то козни строятся. Какие препятствия? Препятствия, знаете, вот он считает, что препятствия, вот как будто небо какие-то препятствия создает, хотя карта такая, что вы друг другу, что вы друг другу созданы друг для друга, что я сегодня прям говорю тяжело. Какие препятствия? Да, у многих это будет расстояние. И препятствия, знаете, какое препятствие? Я хочу, я желаю, но я трошу, чтобы взять за руку вас. И он так и говорит, взять за руку, украсть, убежать, улететь с вами. А чувства-то есть. И препятствие-то как раз в том, что человек, вот которого вы загадали, у него чувства есть, а он боится этих чувств. Он боится этих чувств, он боится, что скажут. Что скажет книги Мария Алексеевна, что скажут его семье, что скажут его братья, что скажут его знакомые. Вот такой вот, сам себе вроде бы режиссёр, но на самом деле очень зависит от чужого мнения. От мнения третьих лиц. А давайте посмотрим, почему он так вот боится семейных. Вот это что-то, это связано с семьёй, это связано там с людьми, которых он знает хорошо. Дом, семья, родители, род. Почему он так этого боится? А потому что тут нужно будет, как в дуэли. Или сказал, нет, я люблю Джульетту, и я буду с ней. Тут нужно бороться, понимаете, поэтому он боится. А он не любит бороться. Он любит как-то всё мягко завуалировать, смешинками, какими-то рассмешинками. И почему он так боится семейных каких-то? Ну да, потому что там действительно есть семейные как бы семейные ценности или семейные догмы, семейные правила. И нарушать их он боится, потому что все станут против него. Вот почему он боится. А почему он боится, что вот взял бы вас в охапку и как весом не даю, и украл бы. Почему он этого боится, трусит. Почему он трусит? Потому что, вот видите, как карты легли. Почему он трусит? Потому что он не знает, а как ему лучше. Вот он хочет вроде бы быть вместе, а боится же семейных отношений или отношений таких, которые ответственности ведут. Что могут быть дети, что вы обожгёте своей страстью или своей силой. Почему он боится взять вас, украсть в охапку и всё, и любовь, и деньги, всё в одном флаконе, потому что он боится потерять вот своё, как мужчина говорит, потерять своё вот это одиночество мужское, что его заорканят. И он проявляет в этом стойкость. С одной стороны, это трусы, с другой стороны, мужчины вообще не очень-то хотят вступать в такие отношения, как брак. Потому что они знают, что тогда ответственность. тогда нужно деньгами делиться, тогда нужно совместно строить, тогда нужно совместно растить детей. Они так просто встретились, разошлись, приехали, сегодня к тебе, завтра ко мне, сегодня к тебе, завтра ко мне, то поехали. если на расстоянии. Ты ко мне приехал в страну, я к тебе приехала в страну и так далее. Тут человек действительно боится ответственности. Вот у него какие страхи. А давайте теперь посмотрим, какую колоду выбрать. Вот эту всё-таки. Какой совет вам даёт? Вот это он вам написал. Это он вам в письме написал и сказал, что он трусит. Что он любит, но он трусит. Что вы сильнее, что вы умнее, что вы таинственнее. Что вы солнце обжигающее. А какой совет вам даст карт? Посмотрим вам, какой совет. Ой, вы тоже, наверное, разочарованы недопониманием. А вам совет идёт такой. Понимаете, в жизни нужно всё принимать, как оно есть. И радости, и несчастья. И вместе, вот понимаете, вместе идти по дороге жизни. Вам какой даётся этот карт? Чтобы вы не отчаивались. У вас идёт тут у некоторых новый мужчина. Чтобы вы не отчаивались, а увидели, что кубки-то, кубки с любовным напитком-то, вот перед вами. Только глаза откройте, откройте. И ангелы вам подносят. Глаза откройте. Нельзя унывать, нельзя привязываться к чему-то. И мир откроет вам все краски жизни. Вот видите. А вы пока его не видите. Что вы мужчина? Тут у некоторых новых мужчин. Что вам даёт ещё совет карты? Совет карты даёт девочке иметь эту женскую силу. Потому что каждая женщина есть ведунья. Каждая женщина. И здесь именно говорится о том, что вы есть сила. Вспомните о своей внутренней силе, которую вам дали миллиарды-миллиарды лет назад. Каждая женщина интуитивно всё чувствует. А если она научится этим знаниям, или эти знания передаются, то тут вам говорится о том, что оставайтесь такой же сильной, такой же таинственной. И познавайте. Вот здесь идёт, знаете, о чём у некоторых? Если кого-то тянет в эзотерику, то начинайте изучать. Начинайте изучать карты Таро, кому это тянет. Начинайте изучать, как делаются заговоры. Вот тут идёт духовное выше физического. А это и есть эзотерика. А эзотерика, она для добра. Вот здесь идёт для добра. А что за мужчинка-то идёт? Вот тут мужчинка какой-то, это не он. Что за мужчина идёт? Сейчас посмотрим. Ах, закрывают вас. Мужчина идёт, у которого были когда-то отношения. Вот, понимаете, тут идёт какая-то встреча у вас, но запомните. Мужчина идёт, у которого были когда-то отношения. Возможно, даже человек разведён. Отношения, в которых ему было очень неуютно, в котором вот так же его держали, как в камере. И мужчина, который ищет радости. А для чего? А то сейчас вляпаемся куда-нибудь. А для чего ты радости-то ищешь, а? А радости он ищет, чтобы поставить точку. Чтобы поставить точку на своём каком-то одиночестве. И чтобы найти женщину, которая будет действительно подарок, талисман его жизни. Вот такой мужчина. Присмотритесь, новая встреча у некоторых будет, у многих. Вот такой у нас был сегодня расклад. Вот, пожалуйста, вам не трудно. Поставьте лайк, если забыли. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых видео. И проверяйте свои подписки. И колокольчики. Но не приходят уведомления с YouTube. Не приходят. Мы уже писали, я обращалась к другим тарологам. Ответы очень скользкие. И вообще непонятно, о чём ответ. Ни о чём. Потому что поменялись алгоритмы. И вот такая вот происходит вещь. Поэтому, кто на мой канал приходит, то, пожалуйста, просто заходите. Зашли в интернет. Зашли в YouTube. Наберите, посмотрите, есть новое видео или нет. Обычно через два дня у меня выходит видео. И на одном, и на втором канале. Постараюсь делать через день. Каждый день не могу. Принимаю людей. У меня по записи я устаю. Недавно вот делала чистку. У меня клиентка это уже была. Я вчера просто, просто после этой чистки, я даже шевелиться не могла. Я думала, и сегодня буду болеть. Вот так мы переносим, когда мы снимаем с вас. Потому что потом нам нужно ещё себя тоже всё счистить. А я желаю вам радости, любви. Вообще любви такой земной ко всем людям. Перестаньте бояться. И тогда весь мир будет у нас в наших ладонях. В наших ладонях и в наших руках. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.